Вчера, друзья, я рассказала вам о том, что Дмитрий Медведев посетил выставку Армия-2022. На выставке Армия-2022 показали боевого робота-собаку. Им оказался китайский робот с Алиэкспресс, который не умеет стрелять. Итак, друзья, на российской выставке вооружений Армия-2022 показали нам робота-собаку с прикрепленным сверху противотанковым гранатометом. Разработчики заявили, что робопес может стрелять и транспортировать оружие. Несмотря на то, что робота целиком обернули в черный чехол, в нем легко узнали китайского робопса для дома. Вы помните, везде рекламы шли, везде показывали этого роба-собаку, робопса? Ну да, мы все смотрели, все знали, их показывали до этого, еще, наверное, лет за пять до того показывали. А теперь нам наше Министерство обороны надело на него черный кафтанчик. Знаете, когда собачки выходят погулять на улицу и когда холодно им одевают собачий пальтишко. Ну вот здесь также надели робота и представили нам его как свое собственное изобретение. Ну сколько же можно, друзья, заниматься плагиатом? Да что же это такое? Да сколько же будем мы так себя позорить? Ну такая армия, такие люди ничего не разрабатывали. Деньги брали. Помните, как королю шили платье? А король-то голый. Только один ребенок и смог сказать. А все остальные расхваливали, какое платье у короля, потому что каждый боялся сказать, что король-то голый, нет на нем никакого платья. Так же и здесь. Вот они брали деньги, они разрабатывали этого робопса сколько-то лет и выставили, наконец, на выставку. Но оказалось, что это просто китайская собачонка, которая давно продается на Алиэкспресс за 3 с чем-то тысячи долларов. Роботопес, оказывается, не может не стрелять, не транспортировать оружие. А разработчики заявили, что робопес может стрелять и транспортировать оружие. Поэтому, друзья, как бы его не оборачивали в какую-то обертку, в какое-то платьишко, не надевали бы ему, то все понятно, что это все-таки робот с Алиэкспресс. Позор! Ну и тем более оказалось, что он не умеет стрелять, как заявляли разработчики. А может ходить по улице только в солнечную погоду. Держит заряд не больше двух часов. И его легко взломать. То есть ведь это самый примитивный аппарат. Он не рассчитан на армию, на вооружение. А наши разработчики брали за это деньги. И теперь? А как они будут отчитываться теперь? Ну, если этим разработчиком, допустим, являлся сын Дмитрия Рогозина, или дочка Шойгу, или еще кто-то. Детей своих сажают, на них записывают, и они вуаля, разработчики. А они запросто покупают на Алиэкспресс. Но чехол надели, платьишко. И вот так вся армия. И вот так каждый закон, друзья. О робо-собаке на выставке российского вооружения сообщила государственная СМИ РИА Новости, которая расспросила о роботизированном комплексе разработчиков. На презентации робот-собака нес на себе нагрузку в виде одноразовой реактивной противотанковой гранаты с гранатометом РПГ-26. По их словам, робот-собака, а точнее комплекс М-81 может вести прицельную стрельбу, транспортировать оружие. В гражданских целях его можно использовать в зоне ЧАЭС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментам. Это робо-пес, который всего держит заряд в солнечный день 2 часа. Что он может? Да ничего он не может. Ему зарядное устройство одно только менять нужно, чтобы он его держал хотя бы пару дней, а не пару часов. При боевом применении робо-пес может еще заниматься целеуказанием, патрулированием, охраной, так заявляют разработчики. Как собака этот комплекс выглядит из-за того, что выполнен с применением бионики, принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Поэтому они напоминают собак, особенно в динамике. По заявлению агентства, разработка принадлежит российской инжиниринговой компании АО «Интеллект Машин». Компания, согласно ЕГРЮ, зарегистрирована в апреле 2022 года только что. И как она могла выпустить этого робо-пса за несколько месяцев? Ее юридический адрес находится в обычном жилом доме на улице Шевченко в Санкт-Петербурге. Руководит компанией Алексей Арестов, ранее выступавший директором и руководителем фирм, которые налоговая служба ликвидировала, признав недействительными. Несмотря на то, что на презентации робот был одет в черный костюм, благодаря внешнему облику в комплексе М81, легко узнать модель робо-пса ГОУ-1 от китайской компании ЮНИ-3 РОБОТИКС. У него характерная восьмиугольная форма головы и вид передних камер, которые можно было заметить через чехол. Такой робот на сайте производителя представлен в двух комплектациях и стоит от 2700 до 3500 долларов. Вот что разработали разработчики, которые с апреля месяца в поте лица трудились и изобретали паровоз, вернее, изобретали велосипед. Эта модель, они ее купили, она представлена на рынке уже более года. И купить ее может абсолютно каждый, потому что она, эта модель собаки-робота, продается на Алиэкспресс. Стоит 3905 долларов. Ну что это за обман, друзья? Что у нас происходит? У нас такая вся армия. А у нас вообще что-то по-другому делается. У нас и актеры поют чужие песни, у нас занимаются плагиатом, а наши писатели, оказывается, тоже сплошной плагиат, волшебник изумрудного города, стащен там, в Америке. Он и рассказывает-то об Америке, а совершенно не о России. Какой-то Носов якобы. Откуда? Кто им давал разрешение присваивать себе чужие произведения? Но это Россия. Россия, благодаря своему железному занавесу, занималась плагиатом. А сейчас? А сейчас все то же самое. Пока не было железного занавеса, не очень-то занимались плагиатом. А вот раз, железный занавес-то вроде же опускается, обрубаем все концы. И вуаля. Министерство обороны на выставке «Армия-2022» выставляет робота, на которого потрачены были деньги, народные российские деньги. А он, оказывается, куплен всего-то за 4 тысячи долларов на Алиэкспресс. Это как? Вуаля, друзья. Спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Помогайте каналу. Если вам нравятся мои материалы, помогайте каналу. YouTube, ну, YouTube обижает русских блогеров. Нет никакой возможности заработать сегодня на YouTube. Помогайте. Надежда только на вас. Играет музыка. Продолжение следует...